Ситуация в целом по городу Одессе идет увеличение заболевших, поэтому мы вернулись, если раньше у нас до недавнего времени работали в ковидном режиме, две больницы, сегодня мы вернулись к пяти больницам, которые были в прошлом году, сегодня в Одессе коечный фонд составляет 1103 койко-места для ковидных, из них более 900 подключены к прямому кислороду. То есть мы готовились, мы делали разводку, закупали станции кислородные, в данном случае мы закупили две кислородные станции, инфекционную больницу. Всего потребления кислорода города Одессы на сегодняшний день 12 тонн в день мы обеспечиваем кислородом, установленные нами кислородные станции в первой, в пятой, в пятой на Троицкой, в пятой на Лидерсовском, обеспечиваем всеми кислородные станции, которые нам удалось установить уже где-то в 2-2,5 тонн. При, я еще раз говорю, при потреблении в сутки 12, сегодня нам поставляют клея-цилиндри, те емкости, которые мы установили, довозят из Днепропетровска Линдогаз, привозят нам порядка 6-7 тонн в сутки, если мы разбили, а мы берем у них в месяц, но если разбить посуточно, где-то в этих пределах, и припортовая нам дает тоже где-то тонну в сутки. Если мы все это суммируем, то мы понимаем, что дефицит у нас составляет где-то 3-4, минимум 3-4 тонны в сутки. Это настораживающие, очень пугающие нас цифры, а вдвойне они еще и пугающие в том, что Линдогаз, Днепропетровский завод, сказал, что они останавливаются в 18-го числа на профилактику. Сейчас мы едем в инфекционную больницу, посмотрим, там готовятся две площадки под установку кислородных станций мощностью по 50 кубов. Эти станции, как я уже сказал, существенно снизят потребление наше, ну по крайней мере, у нас инфекционная больница потребляет больше всего, из 12 тонн 8 потребляет инфекционная больница, потому что там наиболее сложный случай. Но сегодня пятая выходит на уровень уже, ну по количеству койко-мест она уже сравнялась, даже опередила инфекционную больницу. Там порядка 320, по-моему, если мне изменяет, помню, больше, а здесь порядка 360 койко-мест. И хорошо, что мы вовремя это сделали, практически здесь порядка 180 мест подключены к прямому кислороду, что облегчает, конечно, задачу медицинским работникам, врачам по восстановлению и по выздоровлению пациентов. Мы находимся с вами сейчас на территории пятой больницы на Лидерсовском бульваре. Это новое ковидное отделение, которое в сентябре месяце было открыто на 90 коек. И из них 90 коек подключены к прямому кислороду, 10 реанимационных коек. Есть здесь новая кислородная станция, два криоцилиндра. Самая главная проблема на сегодняшний день – это нехватка медицинских работников, которые не только в пятой больнице, но и во всех наших больницах. Нехватка кадров, нехватка анестезиологов, среднего медицинского звена, младшего медицинского звена. И мы готовы набирать на работу и, как говорится, с руками и ногами готовы сотрудников в наше ковидное отделение забирать. Вы понимаете, каждый день руководство этой больницы набирает себе сотрудников. И на сегодняшний день, вот 17, будет необходимо даже запасов возьмем. Главное, чтобы люди хотели и приходили в наши ковидные больницы. Мы и в пятую больницу, и в еврейскую, в каждую из наших ковидных больниц готовы трудоустроить. С этого года НСЗУ, чтобы заключить ковидный пакет, и врач, который работает в данном медицинском учреждении, получал ковидную надбавку от НСЗУ, он должен, основное место работы, быть в этой больнице. А многие врачи работают в другой больнице и по совместительству хотят еще в ковидном отделении работать. К сожалению, вот это, есть эта проблема. И сегодня мы обратились к руководству НСЗУ, и нам пообещали, что будут решать эту проблему. И уберут эту статью, и смогут совместители тоже работать в ковидных отделениях. Руководство НСЗУ уверило, что в ближайшее время эта проблема будет решена. На сегодняшний день во всех наших медицинских учреждениях из бюджета города выделены средства. Наших сотрудников, медицинских сотрудников, которые работают в ковидных больницах, питание полностью за счет города. Также пациентов, которые сюда поступают, во все наши ковидные больницы тоже за счет города. Питание осуществляется, трехразовое питание. Я на выходные приезжал, смотрел, как действительно качественно в одноразовой посуде. Трехразовое питание и сотрудников, и пациентов полностью за счет бюджета города. Мы с вами видим, что на Лидерсовском бульваре это такой инфекционный городок, то есть получается два ковидных отделения, территория красивая и именно такое по всем требованиям. И кислородная станция установлена здесь, и два криоцилиндра на 2-3 тонны, то есть это отделение и генератор здесь установлен, который автоматически может подключаться. То есть это такое обособленное здание и сегодня мы не переживаем, что закончится кислород, работает кислородная станция, все время поставляется кислород и это очень удобно, когда есть в наших больницах кислородные станции. До первого, вот сейчас мэр города провелся совещание и с поставщиками кислорода, до 1 ноября будут установлены 2 кислородные станции в нашей инфекционной больнице. Ближайшие 10-14 дней будет кислородная станция установлена в 10-й городской нашей больнице, а напомню, с завтрашнего дня 10-я больница тоже уже ковидное отделение на 80 коек, из них 66 коек подключенных к кислороду открывают, также мы открываем 8-ю больницу в ближайшие несколько дней, там на 120 коек, из них 100 коек подключенных к кислороду и все наши ковидные больницы заработают и будут принимать пациентов. Но, чтобы наших поддеситов не беспокоило количество реанимационных мест, количество коек, в каком стационаре что есть, нужно вакцинироваться, потому что по статистическим данным из 100% поступающих в наши стационары, всего лишь 4% это те люди, которые вакцинированы и они болеют в легкой форме. Поэтому мы уже с вами видим результаты, что вакцинация защищает, на сегодняшнее утро практически 400 тысяч уже людей по городу Одессы, одесситов прошли вакцинацию. Это в принципе хороший показатель, но мы все-таки надеемся, что люди видят эти статистические данные и с каждым днем все большее количество одесситов будут защищать себя и будут думать о своем здоровье. Продолжение следует...